Итак, здравствуйте. Начнем список плагиатов. «Цветок дьявола» – это российский фильм, который вышел в 2010 году. В этом году «Сумерки» шли полным ходом и становились все популярней. Поэтому режиссер Екатерина Гроховская на волне всеобщего хайпа решила попробовать сделать нечто похожее. Так и появился на свет «Цветок дьявола», нагло копирующий даже постер вампирского хита. Хотя это спорно, но все равно многие говорят, что была копия. Зрителю фильм ничем хорошим не запомнился и заслуженно провалился в прокате по всем фронтам. «Кинопоиск 1.4», «Бюджет 5 миллионов», «Сборы 1.701.000.ру долларов». «Доктор Рихтер» Официальная адаптация знаменитого «Доктора Хауса» стала очередной российской копиркой зарубежного хита. Продюсеры и не пытались внести в проект хоть что-то свое. Предпочли оставить все как есть. Был скопирован постер, образ и даже трость главного героя из оригинального сериала. Тем не менее, проект стал успешным, а в эфир вышло аж три полноценных сезона. Очередная попытка сделать смешную и оригинальную комедию в лучших традициях американского кино обернулась провалом. Так бывает, если за основу взят уже известный хит с Мелом Гибсоном «Чего хотят женщины?» Классный фильм, советую посмотреть. Попавший в руки российским продюсерам. Они попытались перевернуть сюжет с ног на голову, заменив главного героя на героиню и наделив ее способностью читать мысли мужчин. Отсутствие собственной идеи обрекли этот фильм на неудачу. Бюджет 3 миллиона долларов, сборы 2 миллиона 577 тысяч долларов. Всем спасибо и пока!